Мы создали 7 интеграционных структур Витебской области, руководители всех структур здесь присутствуют. То есть мы молокозаводам, мясокомбинатам передали в качестве сырьевых зон убыточные, нерентабельные или низкорентабельные хозяйства. Мысль была простая, земная, когда мы принимали решение по интеграционным структурам. Мы есть земля, есть люди, поможем с техникой. Я думаю, что мы всегда в мире найдем, куда продать продукты питания. Поэтому объемы молока можно наращивать, объемы мяса можно наращивать, но из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую конфетку, которую у вас просто будут рвать с руками и ногами. Поэтому головные предприятия, интеграторы эти и мясокомбинаты, они должны быть технологически самыми передовыми, чтобы они могли производить из этого сырья, который крестьяне туда поставят, самую шикарную продукцию, на которой будет хороший спрос. Ну и еще нюанс. Это наша ошибка из прошлого. Думаю, в Витебской области ее не допустят, да мы и не позволим это сделать. Что мы будем развивать головные предприятия, молокозаводы, мясокомбинаты, в ущерб крестьянам, которые производят это молоко, мясо. Этого быть не должно. Все, для Витебской области отступать некуда. К вам должны потом приезжать и учиться, как организовывать подобные интеграционные структуры и вытаскивать убыточные предприятия единой цепью вот этой. Вице-премьер и министр меня, я надеюсь, это услышали. И не надо думать, что у нас только в Витебской области такое положение. И в Могилевской, и в Минской области можно создавать подобные интеграционные структуры или убыточное хозяйство, как сырьевую зону, пристегивать к каким-то мясоперерабатывающим или молокоперерабатывающим предприятиям. Мы реализуем это, победим, будет толком. Если уж мы в Витебской области можем поднять сельское хозяйство, привести в порядок, чтобы люди здесь работали и радовались, и чтобы молодежь сюда шла. А молодежь пойдет. У этой пандемии, так называемой, у этой истерии есть и положительное. Как в глобальном плане, в мире, так и на низком уровне, в отношениях между людьми, люди совершают переоценку своих действий и жизненных устоев. И это на пользу сельскому хозяйству. Спасибо.